Девушки отдыхают Артемьев Да, слушайте Ты помнишь, ты приносил мне пирожные на анализ? Ну, я ничего не нашел в них, ты не поверил, я разозлился, ну ты помнишь Так вот, я в них еще поковырялся и обнаружил следующую ерунду После проведения одного исследования, один из элементов расщепился на две составляющие И у меня ощущение, что реакция еще не закончена, ты понимаешь? Глеб, ты по-русски говори По-русски? Реакция расщепления могла начаться еще до того, как ты принес корзиночку И продолжается до сих пор Ты понимаешь? А можно выяснить, какой изначальный состав был препарата, который находился в пирожных? Так, а я-то чем занимаюсь? Мне ж интересно уже Сумерки дождем осыпаются Переулочки Москвы разбегаются Как волна по реке, как слеза по щеке По судьбе тороплюсь налегке На пороге любви Сочиняю тебя в ожидании Все дороги твои Сокращают ко мне расстояние Я стою на пороге любви Как вы себя чувствуете, Тамара Убановна? Сегодня лучше Спасибо, Катя, лучше Вы знаете, мне кажется, как будто бы целая жизнь прошла с того времени, как мои родители погибли Да, дом стал пустой Когда они были живы, к нам приходили другие люди, вели другие разговоры Очень все изменилось Да, вы знаете, может быть, я не права, конечно Но мне кажется, что перемены надо принимать Без них никак нельзя Катюша, да я не против перемен Понимаешь, мне Я просто не могу смириться С появлением в нашем доме Даши Я не принимаю ее Ну, Тамара Убановна, я вначале к ней тоже плохо относилась, если вы помните А потом, вы знаете, я поняла Она ведь просто выполняет волю моего отца Она совершенно другой человек, не такой, как все Она не интересуется деньгами, интригами Она, в принципе, думает о людях и многим мешает Катенька, ты очень наивна, очень Возраст, что вы хотите Давайте больше не будем говорить о Даше, тем более за глаза Да Я у вас хотела спросить, я видела, что она все время смотрит какие-то диски Там мой отец, это он их оставил, я знаю Вы что-нибудь знаете о них? Да Володя там записал какую-то информацию, которую он хотел оставить после себя Наверное, он что-то предчувствовал Я бы хотела их посмотреть Я думаю, ты имеешь на это полное право Я покажу тебе их Я не понимаю, почему ты так спокоен А вдруг Глеб сможет восстановить формулу? Почему-то я уверена Он обнаружит, что в пирожных был яд Да ничего он не обнаружит Тоже мне громотей выискался Юра, он такой же ученый, как и ты А вчера Артемьев сказал, что обнаружил какие-то остаточные реакции Которые можно восстановить изначальный состав химического вещества Мила, дорогая моя В этих отравленных пирожных прошло уже столько реакций Что ему никогда не догадаться, какое вещество там было изначально Да, но если что-то осталось, значит яд растворился не полностью Это что, он тебе об этом сказал? Нет, об этом я догадалась сама Мила, никакого яда он не обнаружит Для этого надо быть гением Таким же, как я Глеб способный человек, но до меня ему еще далеко Понятно? Да, но... Ты во мне сомневаешься? Нет, нет, что ты Алло Алло, Дашуль, привет, это я Привет Как дела? Хорошо, спасибо Беготня, суета Слушай, есть предложение? Да, какое? А давай вместе позавтракаем Да, но я уже еду на работу У тебя же сегодня дежурство Да, но у меня до смены два часа и еще у меня есть кругленькая сумма денег Которую я хотел бы потратить прямо немедленно Идет? Максим, ну я же просила тебя, чтобы ты не приглашала меня Ну что, говори адрес, мы сейчас подъедем Ну давай там, где всегда Хорошо, я подъеду Давай, пока Андрей, мы едем в кафе на Павелецкой Здорово, пап Привет Тебя можно поздравить Ты имеешь в виду моё новое назначение? Конечно, ты же у нас теперь большой начальник Тебе доверили руководить огромной компанией Это же так здорово А ты что-то не радуешься? Да знаешь, вот мама Мама считает, что я должен был отказаться Да ни в коем случае Такую ответственную должность должен занимать только мужчина Она восприняла моё назначение как личное оскорбление Да брось, она просто Сама рада на самом деле за тебя Ну просто это скрывает Ну я бы не сказал этого Пап, ну ты начальник или где? Мама просто тебя недооценивала А теперь ей сложно признавать свою ошибку Вот и всё Если бы это можно было ей объяснить Ничего, я думаю, что она сама скоро это поймёт Да, Данча Вы так давно не виделись с Катькой Я боюсь, что её не узнаешь Такая принцесса стала А чёрт, да я, конечно, сам виноват Упустил девчонку Упустил девчонку Она слишком был занят своим холдингом, своим телом Ну а Джулия воспитывала её королевной Она страшно избалована, капризная Главное, чёрт побери Она совершенно не приспособлена к этой жизни Дашка, она не приспособлена к нашей идиотской жизни Ох, тяжело тебе будет с ней Тяжело Лит, ну ты ещё не готова Ну пора ехать нам Брюшки отгладил Новая туалетная вода? Сладковата Бежишь на работу выслушиваться? Тебе придётся, милая, смириться с моим новым назначением Даже не думай Ты занял моё место, а я должна быть счастлива? Ха-ха-ха Ты знаешь, твое поведение, оно некрасиво выглядит Ты взрослый человек, ты должна знать Это решение Даши Я тебе признаюсь, я рад ему Я наконец смогу себя реализовать Да, а раньше тебе выкручивали руки Не давали работать Всячески притесняли Боже мой, какое сокровище мы потеряли Лида, объясни мне Почему я взрослый, умный, деятельный человек Должен сидеть дома И терпеть все твои безобразия? Знаешь, я кое-чего добиться могу И ты это увидишь скоро Тем более, что итальянская родня Джулия Ты знаешь, она мне никогда не нравилась И она же вышла замуж наперекор желания семьи Хотя от родников уж никого не осталось Родители Джулии умерли Так, седьмая вода на киселе Но главное Главное, чтобы Катька Получила высшее образование Заставь ее учиться Она страшно ленивый человек Я тебя прошу Даша, милая Заставь Именно заставь Катя, там приехал ваш родственник Кто? Фух, вы родственник Да, родственник Он говорит, что он твой дядя Дубов Ну, раз ты такой крутой Поезжай в компанию без меня Нет, милая Вот сегодня ты мне очень нужна Дело в том, что тебя не было вчера На совете акционеров А что такое? Случилось что-то непоправимое Дело в том, что Даша вчера Раздала всем присутствующим Документы по препарату Дорохова И что? А то, что он произвел эффект Разорвавшейся бомбы Посмотрите, будет очень интересно Документы по препарату Дорохова Препарат Дорохова вызывает наркотическую зависимость? Откуда у тебя эти документы? Подожди Подожди Гиппократ собирался выпускать именно этот препарат Это же катастрофа Вот именно Так ты поедешь на работу или нет? Да, конечно Только попозже Нужно изучить эти документы Я надеюсь, ты не будешь меня ругать за опоздание? Нет, не буду О, ужас Честно говоря, я первый раз слышу о том, что у меня есть дядя Да, Катя? Я твой дядя Ты даже представить себе не можешь, как ты похожа на мою сестру Джулия и ты одно, как это? Одно лицо Вот Но моя мама ничего никогда о вас не говорила Я тебе сейчас все, все объясню У твоей прабабушки Анны была двоюродная сестра София У нее был сын Христиан Да что я тебе говорю, я тебе сейчас все покажу Я составил генеалогическое древо нашей семьи Ага Здесь понятно, что я и Джулия – брат и сестра Так, еще раз Смотри Значит, если вы, Джулия, брат и сестра, ну получается, что вы мой дядя Получается, я твой дядя Как прекрасно, а? Как прекрасно Теперь я вижу, что мы с тобой действительно родня Как хорошо, что я согласился на эту вот деловую поездку Я очень хотел увидеть своих родных Я уговорил свой коллега, чтобы он не поехал, а поехал сам Да, все-таки не понимаю, почему никогда никто ничего не упоминал о вас Теперь мне все понятно Теперь понятно, что ты, Катя, никогда не жил в Италии Нет, я даже там не была Тебе нужно обязательно съездить Дело в том, что моя бабушка поссорилась с твоей бабушкой И это Анна и София, да? Точно Так Тогда, когда нас с тобой еще и на свете не было С тех пор между нашими семьями шла холодная война Я решил восстановить семейное древо и выяснил, что у меня есть племянница Угу То есть я То есть ты, Катя Угу Посмотри Да, я вижу А как вам удалось собрать такой большой объем информации? Я восстановил родовые связи нашей семьи и понял, что между нашими семьями должен быть мир Как хорошо, когда у тебя есть родные и близкие, как хорошо И как ужасно, когда погибают самые близкие люди, Катя Может быть, Даша еще переменит свое решение? Все эти документы им ничего не значат Можно провести повторное испытание препарата Юрочка, увидишь, она еще будет умолять тебя заключить с ней договор о выпуске твоего лекарства Нет, Мила, она другой человек Такие своих решений не меняют Эта сельская курица нарушила все мои планы Теперь я высмеен, опозорен перед своими коллегами, учениками Юрочка, умные люди оценят твой препарат А ограниченные сплетники нам просто не нужны Нет, Мила, эти бумаги похоронили меня заживо У меня был смысл в жизни Был авторитет, было мое изобретение Теперь ничего нет Я очень сожалею, что не удалось отомстить Пока Милый, ну не переживай, ты так и задашь Но поверь мне, все еще можно вернуть на круги своя Нет, такого удара я не прощу Не родился еще на свете человек, который мог безнаказанно издеваться над Юрием Тороховым Оскар, посмотрите, я думаю, вам это будет интересно Это моя мама в молодости А рядом маленькая Это я Узнаете? Конечно, Катя, узнаю Ты и Джулия Одно лицо А там есть фотография, это моя бабушка Она была очень красивая женщина Подожди-ка, дай-ка я Дай-ка я угадаю Да-да-да Вот это твоя бабушка Да-да-да Оскар, скажите, а чем вы занимаетесь? Я тоже фармацевт, как и твой отец Вообще, у нас семья потомственных фармацевтов У меня есть небольшой фабрика под Миланом Еще у меня есть сын Он будет тебе братом Тебе вообще обязательно надо к нам приехать Да-а-а Обязательно Правда, сейчас сложно что-нибудь загадать наперед Понимаю, Катя, понимаю Скажи, Катя Ты уже вступила в права на следство? Понимаешь, после гибели родителей ты должна управлять своей компанией Слушай, завидую людям, которые жили лет двести-триста тому назад Почему? Тогда мужчине было легче доказать любовь и преданность к своей даме Нужно было иметь острый клинок, крепкую руку и отважное сердце, готовое на подвиги Тогда мир был менее меркантильнее, чем сейчас Ну ладно, делаешь не только в деньгах Да, но почему-то современной женщине Подавай признание любви в виде материальных ценностей Ключи от машины, ключи от дома Ключи от сейфа в банке Тебе такие женщины попадались? Как-то они все так размышляют Не знаю, мне кажется, все разные, разные люди Ты другая Ты действительно другая Ну что тебя объединяет со всеми остальными Это жажда внимания к собственной персоне Конечно, приятно получать знаки внимания Только не обязательно вот ключи от машины Бриллианты Мне было бы достаточно, знаешь, просто звонить вечером Сказать спокойной ночи Или утром И сказать доброе утро и хорошего дня Да, доброе утро Хорошего дня Не обязательно дарить вот такой букет цветов Можно подарить маленькую замшелую ромашку С клумбы, ну которая была рядом Почему замшелую? Ну, если это клумба у дороги Ну, хорошо, можно идти поглубже в лес Важно, чтобы это было искренне К сожалению, я могу вступить в свои права Только когда мне исполнится 23 года До этого всем концерном управляет моя тетя Это было решение моего отца А как распорядилась твоя мама? Разве Джулии ничего не принадлежало? Она ведь тоже могла оставить завещание Я ничего об этом не знаю Вообще, я думаю, что вам, наверное, будет лучше это обсудить с Дашей, моей эпикуншей Катя Ты доверяешь такие серьезные дела Другим людям? Нет, а прежде всего я доверяю своему отцу Прости, Катя, я Нисколько не сомневаюсь в честности и порядочности твоей опекунши Но, я думаю, ты не будешь возражать, если я съезжу в концерн Ну, хотя бы для того, чтобы с ней познакомиться Она же тоже моя родственница Даша сейчас занята, а она вряд ли сможет вас принять Я думаю, вам лучше ее подождать здесь и... Ну, я нисколько ей не помешаю Ну, хорошо, скажите, вы хотя бы к ужину вернетесь? Потому что Тамара Рубенна специально выясняла там какие-то рецепты и обещает приготовить что-то очень вкусное и очень итальянское Конечно, Катя Прекрасно Замечательно, тогда у нас будет чудесный семейный ужин Я буду вас ждать Замечательно, ворота Папа 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 Ну, всё, пока Мне надо бежать домой, делать реферат Нам же его на двоих задали. Ну и что? Можно созвониться, а все обсудить по телефону. Ясно. Тебе Катя запретила со мной общаться. Ну все, окей, не вопрос. Я не навязываюсь. Так знаешь что, Ванечка? Не надо больше со мной ничего обсуждать. Ты вот решай свои проблемы сам, окей? Вот ты слушайся во всем Кате, хорошо? Хочешь человеку помочь, он тебе в душу плюет. Ну пока. Анжела, подожди. Подожди, все совсем не так. Ты меня неправильно поняла. Я… Ладно. Давай вместе это готовить. Едем к тебе? Нет. Лучше к тебе. Нет. Лучше к тебе. Наоборот. Хорошее настроение мне сегодня обеспечено. То есть я могу приготовить для тебя еще пару-тройку таких сюрпризов? Ну я думаю, что ты должен это сделать. Только попроще. Хорошо. Можно вас сейчас попросить? Пора. На. Я понимаю, надо торопиться. Да. Извини. В холдинге много делу. Завод сейчас будем запускать. Там вообще не придохнешь. Когда мы увидимся? Теперь не знаю. Не знаю. Спасибо. Значит, будем созваниваться. Будем созваниваться. Дарья Дмитриевна, вам пора ехать. Катя звонила, ожидаются гости. Какие гости? При посторонних я не могу ничего объяснять. Вам необходимо ехать. Ну хорошо. Я позвоню. О, привет. Проходи, садись. Сегодня у нас обед будет вкусный. Сам приготовил. А специально старался для тебя. Да. Вась, а чем пахнет так странно? Гарью как будто, а? Какой гарью? Я рассольник приготовил. Тут же пряности всякие, там, чеснок, копченость, базилик. Да? Да. Вкуснятина. У вас, коль, небось, такого сроду в столовой не делали, а? Ну, попробуй. Ой, фу. Фу, Вась, ну убери это от меня гадость вообще давай. Убери, убери, фу. Да ты хоть попробуй, я… Да не буду это пробовать, Вась, меня сейчас тошнит, в конце концов. И давай, проветрись здесь, дышать нечем. Вз tapeur呼 вз взялись. Поверь, это. Ну уровень. Да котхоток. Show坐 down. Ну practitioner? wanna dubiesm… internet? А мандельштам тебе есть? Конечно, мы же по нему реферацию примемся писать. Где? Там, посмотри. Здесь? А вот он. Слушай, у тебя столько много сборников поэтических, всяких разных. Я люблю стихи. Мандельштам вообще мой любимый поэт. Я никогда бы не подумал, что ты разбираешься в поэзии. Ты что думала, я только телевизор, что я смотрю? Нет, я очень люблю читать. – Да? – Да. Ну и какое твое любимое стихотворение, Ахматовой? «Брошено придуманное слово. Может, я цветок или письмо, А глаза глядят уже сурово в потемневшее стекло». Это стихи королевы, да? Вот еще. «Дверь полуоткрыта, веет липо сладко, На столе забыты холостикоперчатка, Круг от лампы желтый, Шорохом внимаю, от чего ушел-то я не понимаю». Молодец. К сожалению, сейчас у нас в стране нет таких поэтов. Хорошие стихи. Ну ничего. Я думаю, что… что новое время рождает новых героев. Новых писателей, новых поэтов. Катрин, предупреждала, что я хочу знакомиться с ее опекуншей? Да. Катя звонила. Сказала, что вы приезжаете. Прекрасно. Я исследую генеалогическое древо нашего рода, поэтому меня интересуют все родственники Джулии. Да. Может быть, вы что-то хотите еще узнать? Конечно. Дело в том, что я тоже ведь наследник. Ну, конечно, не такой прямой, как Катрин. Но, тем не менее, мне интересно было бы знать, в чьи руки попала компания Джулии. В надежные, господин Алигери. В надежные. Не волнуйтесь. Прекрасно. Прекрасно. О, мне здесь уже нравится. Русский размах. Да. Конечно, моя фабрика в Милане намного больше. Но ваша компания меня впечатляет. Скажите, какое место на российском рынке занимает ваш холдинг? Достаточное. Пойдемте, господин Алигерия. Дарья Дмитриевна уже ждет. Хорошо. Здравствуйте, Игорь Петрович. Вызывали? Да, Глеб, я вас вызывал. Руководство компании решило начать выпуск вашего препарата на Семеновском комбинаре. О, ну, я так только рад. Наконец-то, что-то с мертвой точки сдвинуло. Вот, посмотрите, это проект нашего договора. Простите, а вот тут процент из продаж лекарства, мы с Лидией Ивановной договаривались о совершенно другой, о других процентах. Это ошибка? Нет, никакой ошибки здесь нет. Ну, во-первых, руководство компании поменялось, если вы заметили. И второе. Наш холдинг вложил очень много средств в разработку вашего препарата. И так же много средств в рекламу этого препарата. А вот будет ли он иметь успех у населения, это пока большой вопрос. Но я ведь тоже вложил в этот препарат свои труды, свои опыты, бессонные ночи, нервы, в конце концов. А вы мне что предлагаете? Глеб Юрьевич, если бы я вам выписывал степень академика, вы могли бы поспорить. Но когда речь идет о производстве, ваши аргументы неуместны. Это годы. Это не фигуральное выражение, это годы бессонных ночей, постоянных размышлений, опытов, в конце концов. Если вам что-то не нравится, мы можем не подписывать договор. Мы наладим выпуск другого препарата. О, какой. Хорошие методы у нашего нового руководства. Я понимаю, что методы старого руководства вам нравились больше. Но, увы, они мне не подходят. Если я вас правильно поняла, сеньор Элигери, вы хотите претендовать на наследство. Конечно. Джулия моя сестра. Я имею полное право на некоторую часть ее бизнеса. И, конечно же, вы хотите оспорить завещание Владимира. Да, конечно. По закону, имущество, нажитое в браке, принадлежит обеим сторонам. Вы знаете, ваши претензии в данный момент неуместны. Законные наследники уже давно вступили в свои права. Сеньор Малашенко, я выяснил этот вопрос. Любой суд докажет мою правоту. Я не знал о смерти Джулии. Ну, вы, конечно же, знаете, что у нее есть дочь, Катя, которая является прямой наследницей Владимира. И которой через несколько лет перейдет этот холдинг. Вот это-то очень спорный вопрос. Никто не знал о завещании Джулии. Возможно, она хотела распорядиться своим имуществом по-другому. Вы, наверное, меня не понимаете. Холдинг «Гиппократ» не принадлежит Джулии. Владимир и ваша сестра заключили контракт, по которому контрольный пакет акций принадлежит только ему. То есть вы можете рассчитывать, ну, на квартиру, машину, дачу, ну, что-то в этом роде. Дело на следствии было решено без вас, извините. Значит, Джулия отказалась от акций компании, да? Да. Джулия никакого отношения к Гиппократу не имеет. Я понимаю, Игорь Петрович, вас здесь интересует выгода. Это вам, в первую очередь, важно. Но не делаете ли вы ошибки? Потеряв изобретателя, что Гиппократ будет делать с конкуренцией на рынке? Да, я понимаю, Глеб, вас. Я готов рискнуть. Мы живем в России, где много бедных и умных людей. Если вы не подпишите этот контракт, то мы найдем другого химика-фармацевта. Вы не понимаете, что мы вам идем просто навстречу? Вот это вы называете «идти навстречу»? Конечно. Вы по этому контракту получите приличные деньги. А мы, продвигая ваш новый препарат, очень сильно рискуем. Мы рискуем, вы получаете большие деньги. И при этом чем-то недовольны. Я вас не понимаю. Я от вас такого не ожидал. Где подписывать? Всего доброго, Игорь Петрович. Ну, знаете, со старым руководством действительно сотрудничалось как-то приятнее. А, Лида, очень кстати. Ну, спасибо тебе. Я не ожидал, что ты опустишься до такого. О чем это ты? Что-то случилось? Не делай вид, что ты не понимаешь. Это ведь ты натравила Дубова, чтобы я подписал невыгодный контракт. Какой контракт? На выпуск твоего лекарства? Да, Лида. На выпуск моего лекарства. Не делай вид, что ты ничего не знаешь. Тебе это не идет. Вот оно что. Значит, Дубов нагрел тебя на твоем же изобретении? Здорово. Молодец. Знаешь что, Лида, это подло. Порядочные люди так не поступают. Да ладно тебе. Это не конец света. Зато Дубов меня приятно удивляет в последнее время. Слушай, может быть, я не зря вышла за него замуж? Да уж не зря. Вы достойны друг друга. Вот так, Натя, живем. И то не так, и эда не эдак. Зараза. Я на рынок сходил, на рынок свежего мяса купил, всяких пряностей, овощей, рецепт выучил и приготовил. А что она говорит? Вылей эту вонючую жидкость. Вылей. Есть не буду, воняет мне. Ну что ж ты, странный ты какой. Ну беременная женщина, она не всякие запахи переносит. Да Надь. Ну понимать же это надо. Да ерунда все это, беременность, запахи. Она ничего от меня не хочет, понимаешь, от меня ни знать, ни видеть. Она москвича забыть не может. А ты говоришь, запахи. Да перестань, Вась, ну при чем тут москвич? Ты время ей дай, ты че такой нетерпеливый-то? Ты дай ей время, она ребеночка родит, хозяйствовать начнет, все будет нормально. Конечно, конечно. Я в бабу превратился сам. Да почему? Да потому пол помыл, я... Батюшки. Стол накрыл я, приготовил я. А ей все не так, все лицо воротит свое, нежное. Ну ж как с ней разговаривать после этого, скажи мне. Да ты пойми, ну пришла беременная женщина из школы, в школе работает, устала она. Ну ты молодец, Вась, вот слушай, я не ожидала. Да, я молодец хоть, да. Да ты молодец, Вася, ты молодец. Ты пить бросил, ты хозяйствовать начал. Придет время, оценит, она оценит это. Ну когда это время придет, Надя? Да идет уже, вон я слышу, оно идет уже, это время. Скоро придет. Осип Эмильович Мандельштам родился в 1891 году, один из гениальных поэтов двадцатого века. В тридцатые годы был репрессирован за критику сталинского режима, что не казнь у него-то Малина, так писал он об отце народов. Да, и жестоко за это поплатился. Да, так, могила Мандельштама до сих пор не найдена, однако противление жестокости мира стало основным лейтмотивом в его творчестве. Скучно писать рефераты, я не могу, правда. Эти общие фразы, ведь за этим стоит жизнь, чья это судьба, понимаешь? Слушай, а хочешь, я тебе свои стихи прочитаю. Хочешь? Давай. Пока ты жива, пока я живой, последнего счастья во имя, быть солнцем хочу но твоей головой, землей под ногами твоими. Все. Ты для Кати это писал? Ну, понятно, для кого же еще-то. Эпиграммы Гиппиус, прозвище Мандельштамп. Основные направления поэзии, основные темы, особенности лирики. На, с вами читай. Извините, что отнюю у вас время. Ничего страшного. До доверия провожать не буду. Дела. До свидания. До свидания. Вы разрешите представиться Лиде Ивановне Сатовской? Очень приятно. Оскар. Алигерий. Я так понимаю, вы приехали из Италии? Да. Из Милана. Благодарю. И я так поняла, вы занимаетесь выпуском лекарств? Да, у меня есть фармацевтическая фабрика в Милане. Прекрасно. А я тоже очень давно работаю в этой области. Да. Вы тоже занимаетесь изготовлением лекарств. Да, я тоже фармацевт. Как это ни странно. И, кстати, у меня к вам есть выгодное предложение. Ну что ж, давайте обсудим. А давайте ли здесь? Давайте пойдем с вами в один очень неплохой итальянский ресторанчик. Кстати, вы обедали? Нет, еще не успел. Так что идея замечательная. Да. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова